Сегодня, 27 декабря, Церковь вспоминает святых Фирса, Левкия и Калиника, святых Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, священномученика Николая Ковалева. Святые мученики Фирс, Левкия и Калиник пострадали за Христа в III веке при императоре Декии. В это время преследование христиан было государственной политикой. Приказ издал сам император. Но во власти каждого градоначальника было отнестись к нему с особым рвением или же положить под сукно. Так в некоторых городах гонения даже не начинались. Но в Кесарии Вифинской, находившейся на территории современной Турции, правитель все же приказал заключить всех христиан под стражу и пытать, добиваясь отречения. Горожанин Левкий укорил правителя Кумврикия за несправедливое преследование христиан только лишь за их веру, за что также был казнен. В это же время за казнью другого христианина Фирса наблюдал языческий жрец Калиник. Видя мужество святого, он уверовал в Христа и смело исповедал себя христианином, за что также был казнен. Первых христианских мучеников называли по-гречески мартирос, то есть свидетели. Это люди, которые своей жизнью, пролитой кровью, свидетельствовали об истинности христианской веры. Часто их сравнивают с семенами, которые, упав в землю, не погибли, но дали обильные пышные всходы. Церковь чествует сегодня святых Фирса, Левкия и Калиника и просит. Молите Бога о нас. Святые мученики Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих пострадали за веру в Египте в конце III века. В эти времена гонение на христиан объявил император Диоклетиан. Церковный чтец Аполлоний очень боялся возможных страданий, пыток и казни. Он упросил язычника Филимона выдать себя за него и принести жертву эллинским богам. Музыкант и актер Филимон отлично справился с ролью и план вроде бы удался. Но неожиданно внутри лицедея что-то произошло. Он увидел, с какой неподдельной верой и любовью Господу шли на казнь те, кто не поклонился идолам. Тогда Филимон исповедал себя христианином перед всеми собравшимися в языческом храме. Аполлоний почувствовал муки совести. Перед ним уверовал в Христа, нанятый за деньги актер. А он сам испугался, предал Господа. Тогда Аполлоний раскаялся и добровольно присоединился к Филимону. Пытками и казнью руководил некто Ариан. Он стал смеяться над актером. Какой, мол, из тебя христианин, если ты даже не крещен? Филимон расстроился и начал молиться. Вдруг с неба пошел дождь. Так состоялось небесное крещение недавнего язычника. Аполлоний стал свидетелем происходящего. Увидев твердость и силу веры Филимона, он раскаялся в малодушии и вышел к судье, чтобы разделить с другом все испытания. Пытками и казнью руководил судья Ариан. Одна из стрел, выпущенных Филимона, попала ему в глаз. Слабеющий Филимон сказал, что Ариана исцелит частицы мощей мучеников и исповедание имени Христова. Потрясенный Ариан так и поступил после смерти святых. Он получил исцеление. Вместе с семьей и слугами принял крещение и пострадал за Христа. Церковь вспоминает вместе с Арианом старшего из его слуг Феотиха. Мы обращаемся к святым мученикам Аполлонию, Филимону, Ариану, Феотиху, как к живым самолитвенникам и просим. Молите Бога о нас. Священный мученик Николай Ковалев родился в 1884 году в Новочеркасске в семье служащего. Уже после революции в 1919 он был рукоположен в сан священника. Жил он в то время в Анапе. Известно, что во время пребывания там барона Врангеля священник Николай Ковалев был избран в комиссию по защите населения от красных. В середине 30-х священник переехал в Ленинград. За совершение богослужений на дому его вскоре выслали как социально опасного элемента в Казахстан. Там в 1932 году отца Николая снова арестовали. Как гласило обвинение, законтреволюционную агитацию и компрометацию мероприятий партии и правительства. На допросе Николай Ковалев виновным себя не признал. Его приговорили к расстрелу. Реабилитировали отца Николая в 1989, а в 2000 причислили к лику святых. Исследователи подвига новомучеников отмечают, как часто заключенные за имя Христова после освобождения снова возвращались к служению Церкви, не предавали веру. С упорством и мужеством они выплывали из одной волны гонений, чтобы быть погребенными под следующей. Ныне они причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Сегодня мы обращаемся к священномученику Николаю и просим. Моли Бога о нас! Субтитры подогнал «Симон»!